Более 90 тысяч человек во всем мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них находится в Китае. Около трех тысяч заболевших умерли, более 42 тысяч вылечились. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран, где зафиксировано самое большое количество случаев заражения. Первый больной есть и в Москве. Не исключено, что инфекция распространится по другим городам России, в том числе придет в Саров. У нас на сегодняшний день уже есть как минимум 4 студента, которые приехали в разное время из Китайской Народной Республики. У одного из четверых студентов была остро-респираторная вирусная инфекция. Коронавирус не подтвердился. У молодого человека оказался грипп Б. Он его перенес в обычной для гриппа форме. У остальных никаких симптомов пока нет. Коронавирус не выделен. Две девушки остаются на карантине. Анализы у людей с подозрением на эту инфекцию отправляют в диагностическую лабораторию в Нижний Новгород, оттуда в Новосибирск. В целом, я считаю, для паники нет никакого резона. Но какой-то, повторюсь, рубеж мы уже прошли. И понимание того, что эта инфекция останется в Китае и не расползется по всему миру, уже упущен этот момент. Поэтому будем с этим работать так же, как с гриппом, который по всему миру у нас шагает. Опасен коронавирус осложнениями. Он может вызвать пневмонию, от которой как раз умирает большинство больных. Чаще всего заражаются и тяжелее болеют пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Очень малый процент заболевших среди молодежи и детей. Смертность от коронавируса во всей популяции около 3%. В целом, если грипп брать в целом, а не отдельные высокопатогенные штаммы вируса гриппа, то смертность в целом ниже. Конечно, не 3%, она меньше. Но если брать высокопатогенный грипп, то это где-то сравнимые цифры. Но высокопатогенный грипп не вызывает таких крупных вирусных эпидемий. Опять же потому, что у нас есть люди, огромное количество простойка людей, которые имеют к нему иммунитет. Пока болезнь новая, иммунитета к ней еще нет, заразиться может большое количество людей. Вакцина от коронавируса в разработке. Защититься помогает соблюдение простых правил. Это просто должен быть обязательно свежий воздух. Лучше его увлажнять, если это в помещении. На улице, перед походом на улицу и после прихода с улицы, можно промывать и увлажнять нос. Мыть руки перед едой, мыть руки после улицы, мыть руки после рукопожатий, после посещения различных. То есть мытью рук – это одна из самых главных мер. Коронавирус от нас пока далек. Больше всего медиков волнует сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этом году один человек в Сарове умер от высокопатогенного вируса гриппа А. Превышен порог заболеваемости среди взрослого населения и среди дошкольников, не посещающих детские сады. Кроме того, по состоянию на 4 марта на карантин закрыты три школы – 5, 17 и лицей номер 3. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.